Марсель. Лето 16-го года. Английские болельщики устроили беспорядки в день открытия чемпионата Европы по футболу. В массовые драки участвовали более полутора тысяч человек. Многим потребовалась помощь врачей. Организаторы чемпионата мира 2018 года рассчитывают, что в России обойдется без подобных инцидентов. Тем не менее и на стадионе, и на площадке фестиваля болельщиков будет работать медицинская команда в полной боеготовности. Мы работаем на опережение. Мы будем выставлять немногим больше бригад, чем нужно. Мы будем оснащать медицинские пункты немногим больше расходного материала, чем это требуется. Эти новые реанимобили закуплены для Самарской станции скорой помощи. По сути, реанимация на колесах. Оснащение позволяет на ходу сделать даже хирургическую операцию. Всего обслуживать Мундиаль будут 11 таких машин. Даже если игры пройдут спокойно, шутка ли, 30-40 тысяч гостей будут приезжать на каждый матч. А это дополнительная, причем очень серьезная нагрузка на медицинские службы города. ФИФА очень тщательно следит за выполнением стандарта. Есть специальная комиссия, представитель, именно который курирует медицинское направление. В марте мы планируем встретить и показать. Они на каждом этапе контролируют. Как стадион строительства контролирует. Также медицинское обслуживание. Выбраны и клиники, куда скорая помощь будет доставлять пострадавших болельщиков, а также тех, кто почувствует недомогание. ФИФА согласовала больницу имени Середавина и больницу имени Пирогова. Сегодня предполагается, что система здравоохранения должна сработать без сбоев. Во всяком случае, весь российский и мировой опыт проведения столь масштабных соревнований организаторы приняли во внимание. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.